Она мне ответила, что все то же самое, только у судомеханика могут быть параметры зрения 70% и он может быть дальтоником. Судоводитель должен различать четко все цвета и быть 100% видящим. Ванная тоже ничего, ну классно все. Маршруты у меня не меняются, как всегда, иду по Пушкинской. Слава коррупции. Лиса. Лиса. Немножко зачастил я с рассказами, решил обратиться к старому формату, заснять влог, так как еду в Одессу на медкомиссию. Такое с утра чувство промелькнуло, как будто мне снова 16 лет, я что-то тоже поехал в Одессу. Поэтому последние пару лет какие-то проблемы, но я надеюсь, за один день пройду. Если нет, тогда два дня в Одессе перекантуюсь. Взял с собой квадрокоптер, покажу, порассказываю, полетаю, надеюсь, над портом и над морем. Наше семейство с Алиской пока что в супермаркете тоже решили меня проводить. Сейчас их заберем с той стороны. Вот и семейство, которое идет меня провожать. Вот самая маленькая. Привет, Алиса, привет. Здрасте. Это кто там стоит? Что, на автовокзал едем, Алисик? Угидывает кроксы свои и радуется, да, Алискин? А что ты делаешь? Теперь дедушке поднимать надо это все дело. Так, давай одевай. Вау, вау, вау. Вау, 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 вау. Алисик? Ага. Нет, нормально? Ну так балуемся. Поездка на медкомиссию в Одессу. Вспомнил, что надо было сделать флюорографию. Флюорофию. Сейчас в Киеве иду в клинику Интосанова. Вот я и здесь, потому что там терять полчаса целых. Ну все, 535 гривен вышла. Вышла флюорофия, все нормально. Едем в Одессу, чтобы я прошел хорошо медкомиссию. О, ну это начинается. Все знают, что ты платишь за нее. Нет, все по-честному. Лисик, пока. Слава коррупции. Лис. На мультик. Все, езжай, дедушка. До свидания. Слава коррупции. Слава коррупции. В конец я приехал. Выехал я в 10.15, приехал в 5.20. Походка нормальная, 33 градуса. Но облака, поэтому не так жарко. Сейчас заселяю за гостиницу, потому что оттуда звонили. Бумеранг. Одна и та же гостиница. 800 гривен в сутки. И потом пойду на морвокзал с квадриком. Маршруты у меня не меняются, как всегда. Иду по Пушкинской. Что интересно, в автобусе ехало от силы человек 6. И то парочка пассажиров присела в Умани. Очень мало народа. А вот и улица Троицкая. Первый раз с этой стороны буду жить. А, это мне даже люкс дали. Так это ж хорошо. То вечно как в Одессу не приеду, если их снимаю где-то какие-то квартиры, там клопоморники, то тут уже проверенная гостиница. Мне нравится. Видят, мини-бар платный. Мне перед медкомиссией мини-бар не нужен. Ого, такой мини-бар нормальный. Больше, чем в Доминикане всего. Разного. Еще шампанское сверху поставили. Все, передыхаем и вперед. Ванная тоже ничего. Ну, классно все. Все, что надо путешественнику. А, балкона нет. Ну, да, точно другую сторону. Да-то тишина. О, есть что ли? Неплохо. Балкон есть. На Одесский дворик с выходом. Картина хорошая. Везде ковид-19. Поэтому даже, вот, предохраняются все. Одесса, город моряков. И на входе меня встретил администратор, бывший моряк. Работал на химовозе матросом. Сейчас работает в отеле. Как-то народа немного. То ли воскресенье вечер, то ли все на море где-то. Интересно. Ладно, сейчас пойду на Приморский бульвар. Ну, кататься на экскурсии я не буду. Здесь уже становится многолюднее. По приближению к оперному театру. И Приморскому бульварчику. Сейчас посмотрим на фонтанчике. Справа. Как назло, становится темнее. А мне как раз летать надо. Надо было на пару частиков раньше приезжать. Здесь находится эта первая конторка. Сенмар. Которую я снимал 4 года назад. В 2016 году. Здесь уже движуха начинается. Статуи замирающие. Тогда сейчас шевелится фонтанчик. Люди. Пиво сладкая вата. Сувениры всякие. Как всегда, музычка. Куда же без нее. Дерибасовская, наверное, еще больше людей играет. Пока. Здесь другая музыка. Напротив нас. Тип какой-то факел и зажигает. Надо пойти посмотреть, что он делает. Хорошо хоть фуникулер работает. Можно обратно подняться. А то лень не идти по этой лестнице обратно вверх. Встретил систершип своего ТГ Шевченко. Когда-то начала работу в 1994 году в качестве моториста. Стоит вот на морском причале в городе Герой Одесса. Интеллион. Такие же спутниковые антенны. Пассажиров нет. Уже переоборудованы. Свои каютки такие хорошие. Полетать не удалось. Ветер поднялся. И народа много. Здесь, конечно, не взлетишь. Ладно, завтра сутро. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Все это хорошо гуляет, но пора идти кушать. Где-то искать место на Дерипасовской. Сейчас посмотрю. Пройдусь тоже по старым местам. Какие люди на кубиках белых разъезжают по вечерам. По улицам ходишь вечером и думаешь, конечно, в такое время в Одессу приезжать лучше не на Минкомиссию, а погулять. Проживал, что народа нет. Нормально здесь в центре. И машины, людей. Не пройти, не проехать. Жизнь бурлит в полном смысле этого слова. Следующий день проснулся в 6 утра. Все заправил. Пора идти. Собственно говоря, зачем я сюда и приехал. На Меткомиссию. Рок-кафе красиво выглядит, но что-то никто не ходит. Уютненький отель. Бизнес-отель Бумеранг. Утро в Одессе. Никого нет. Так я обычно в старые времена раньше в Одессу приезжал. В 6 утра на поезде. Потом гулял 3 часика и на Меткомиссию. Сейчас решил приехать по другой системе. На день раньше переночевать. И спокойненько пойти. Потому что постоянно какие-то проблемы. Я надеюсь, я сегодня же вечером и уехал. Пытался вчера взлететь около морского вокзала и около морского порта сегодня с утра. Но везде нон-флай зон. Поэтому уже не знал, что делать. Дошел до Лонжерона. Вид хороший. Хоть так к морю долететь. Здесь нормально. Купил еще 4 фильтра вчера тоже. Интересно. Сейчас протестируем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому, кто хочет смотреть сериал в действии, в реальном режиме времени, переходите туда. Ссылочки все в описании. Ну или так найдете в Google. Забейте дневник моряка, Telegram канал. Пора возвращаться. Вот еще. Ну, когда на контракте, я постоянно общаюсь с Telegram. И вот друзья с моих сестер-шипов написали. Есть такая компания Columbia Ship Management. И там одно судно под названием Архангел. Филиппинец пересидел 15 месяцев на борту. Прыгнул ножом Ойлера и Вайпера. Потом прыгнул за борт. Судно сделал разворот Вильямсона. Причем его не нашли. Всех списывают в Рио. Здесь очень классная велодорожка. Естественно, воздух с моря. Если бы я здесь жил, катался бы каждое утро. Ну, в Киеве я там по лесу также разгоняюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Сижу, жду. 18 человек записалось на медкомиссию. Ну, мы будем надеяться, что закончится до обеда. До часу дня. Ну что ж, понеслась. Начало с анализов. Бахилы выбросаем. Пол 11 я уже закончил. Пол 3 будет результата. Надо хоть позавтракать. Можно вот утро Одессита заказать. Компотик поднесли. Выпьем. О, хороший. Пока монтирую видео с Квадрика. Поднесли завтрак Одессита. Довольно-таки внушительная порция. Надо убить 2,5 часика. Кстати, пока я заходил к окулисту, я спросил волнующий вопрос. Мне уже раз в 10 задавали по поводу зрения. В общем, так, я спросил, чем отличаются параметры прохождения медкомиссии судоводителя и судомеханика. Она мне ответила, что все то же самое. Только у судомеханика могут быть параметры зрения 70%. И он может быть дальтоником. Судоводитель должен различать четко все цвета. И быть 100% видящим. Проходил я на медкомиссии лора или ухо-горло-нос. И он мне в левое ухо залез, говорит, что-то у тебя там какая-то пробка или ты как-то ее затолкнул. Я думаю, ну проблем не было, слышу, хорошо. Давай я тебе промою. Ну давай, берет такой шприц советский. Как забулькотил, у меня такой шум, как будто ураган какой-то. Потом вторым шприцом. Говорит, ну иди попрыгай, на тебе салфеточку, может что-то выпадет. Раз ничего нет. Сидит и говорит, пожалуйста, за профилактику 100 гривен. Я думаю, ну нормально. А вначале я подумал, что обслуживание такое, забота о пациентах, у врачей. Это просто фантастика. Первый раз за два года прошел все четко, без всяких нареканий. В этом пакете лежит две робы. Safety shoes. Контракт подписал, бумажки заполнил. Все, еду на Гюнсел. ВИП. Перед этим поем немножко. Времени сидеть осталось мало. 25 минут. И скоро в путь. Одесса, мама с нами. Ну тут рядом с этим Гюнселом. Такое заведение. Красивое. В Альхивской хате. Квасик взял не полностью налитый. Натуру продукт. Сказали осторожно открывать, потому что может взорваться. Действительно газанул так сильно. Только пробку открыл. Вот я приехал в Киев. Как приятно все-таки, когда уже прошел медкомиссию. Контракт на руках. Робо тоже здесь. И теперь буду сидеть ждать, когда позвонят. Потом еще осталось тест на COVID-19. И вперед в полет. Вот и жена ей встречать. Опа. Всем привет. Как всегда жена встречает. Из рейса и с медкомиссией. Будем завершать нашу серию. Всем пока. Подписывайтесь. Я поехал спать. Субтитры сделал DimaTorzok